Виталий Кравцов сыграл в Челябинске, Аска одержал вторую победу подряд, и снова по булитам. Напомним, Лисин и Овцин подписали с трактором просмотровые контракты, предусматривающие участие лишь в трех матчах. Тогда как 19-летний Кравцов почему-то заключил полноценное соглашение, вернувшись чуть ли не героем. Виталий выходил в первом звене с Лукашем Седлаком и Никитой Тертышным, провел на льду 19 минут и 4 секунды, применил один силовой прием, заблокировал один бросок, но про чужие ворота забыл. Словом, ничем особенным не запомнился. А чуть раньше, в ночь со вторника на среду, уже бывший партнер Кравцова позаокеанским командам Филипп Хитил получил шанс в Рейнджердс и забил победный гол Тампи с ее великолепным вратарем Андреем Васильевским, 4 к 1. А ведь на месте 20-летнего Чеха, а не с Кравцовым, по сути, ровесники, мог оказаться Виталий. Но россиянин предпочел ретироваться, обедевшись на тренерское недоверие. Чудо-передачу Чеху отдал Павел Бучневич, путь которого к основе и был тернистым. Однако у воспитанника «Северстали» даже мысли не возникло вернуться из-за океана. Так что возвращение Кравцова напоминает отступление. В подольской соперники не щадили друг друга, со злостью впечатывали в борт. Молодой защитник-витязя Егор Воронков клюшкой засадил в лицо Антону Бурдасову. Пришлось останавливать кровь. Армеец, невзирая на рану, вышел на большинство и щелчком вонзил шайбу в девятку. После чего отдался доктору Егору Козлову. Счет сравнялся, один к одному. А голевой почин сделал Святослав Гребенщиков, передав привет Питеру, где он играл. Бросок у света вышел смертельный, шайба выстрелила в поле из-под перекладины, переполненный зал не сразу сообразил, что это гол. Почти половину второго периода гости провели в большинстве, но шайба побывала в воротах Магнуса Хильберга. Голкипер сборной Швеции капитулировал после сумасшедшего по силе броска в ближний угол форварда Суами Мира Алтанина. Вспомнили мы и о рефери Викторе Гошилове, которому главный тренер Амура Александр Гулявцев обещал сжечь машину в Перме. Теперь бедолагу рефери опрокинул на лед под ножкой Артем Швец Роговой, недавно переехавший из Подольска в Питер. Защитник-олимпионик Андрей Зубарев пошел дальше и отправил лайнсмена к себе на лавку. Разумеется, злого умысла в действиях армейцев не было. В противном случае они досрочно покинули бы лед. В таком захватывающем матче не должно быть проигравших. Первые 10 буллитов голов не принесли. Результативной оказалась 11-я попытка в исполнении художника Владимира Ткачева.